Добрый вечер! Сегодня я буду рассказывать про основные узлы, применяемые в альпинизме, и про методы страховки и самостраховки, которые мы можем делать, используя либо узлы, либо элементарные, простые достаточно способы перехода из одного узла в страховку и наоборот. Для начала, самое основное, покажем, какими узлами мы привязываемся к веревке, потому что веревка это наш основной элемент безопасности, который у нас существует в процессе нахождения в горах во время восхождения. Вот мы используем одинарную веревку, которая у нас сбухтована, висит у нас либо на плечах, либо в рюкзаке. Для того, чтобы к нам привязаться к веревке, мы используем классический узел восьмерка, проводник. И для того, чтобы нам понимать, сколько веревки нам необходимо для того, чтобы привязаться, существует универсальный способ. Мы берем веревку таким образом, чтобы конец веревки был от наших ботинок до верхнего кольца системы страховочной. И, соответственно, с этого места начинаем вязать фигуру под названием восьмерка. Потом снизу системы вставляем в оба кольца верхней и нижней системы. И потом в обратном порядке начинаем повторять узел таким образом, чтобы у нас не было перехлёста нитей узла. Вот у нас получилась красивая восьмерка. И как раз остается свободный хвостик, где-то 30 сантиметров длиной, который мы можем использовать в качестве двойного контрольного узла. Вот у нас получился аккуратный узел восьмерка, проводник, с дополнительным двойным контрольным узлом. Это тот способ, который мы используем, когда мы привязываемся к концу веревки. Соответственно, если мы лезем в связки двойки, то первый привязывается узлом восьмерка, проводник, и второй на другом конце веревки. Если у нас в связке больше двух человек, например, три или четыре, то нам тогда необходимо дополнительных участников тоже привязать к веревке. Мы можем либо прищелкнуть их на карабин, либо, если у нас дефицит карабинов, или мы хотим сэкономить вес, то мы используем другой узел. Можно на вас систему будет одеть и привязать? Отлично. Да. Значит, если мы хотим привязать третьего, четвертого участников связки, не используя, соответственно, карабин, то мы сдваиваем веревку, вставляем где-то чуть больше, чем полметра, вяжем обычный узел-проводник, так, чтобы у нас оставалось после этого сантиметров 50-60. Вставляем в систему. Заправляем обратно встречным путем узел-проводник и вяжем половину от узла баррель, то есть вяжем узел-баррель, либо, по сути, чтобы было понятно, это половина от узла гриппвайн. И также в обратном порядке заводим хвостик и вытягиваем все. Вот у нас человек достаточно удобно зафиксирован к веревке. Соответственно, следующего человека мы можем отступить, еще привязать сюда. То есть у нас человек привязан без использования карабина. Это один из способов... Восьмерку и карабин можно, да? Нет, смотрите, восьмерка, если у нас будет... Сейчас я покажу. То есть если мы вдвоем и идем на всю веревку, то тогда мы, конечно, будем использовать либо восьмерку, либо булень. Ну, можно карабин и восьмерку. Можно, да. Но просто... Это без карабина есть. Да, если без карабина, то... И это если нам надо привязать на середине веревки. Если у нас есть второй конец веревки, да, свободный, и наши задачи предусматривать то, что нам надо привязать именно на конце, да, то мы также вяжем сначала фигуру восьмерка. Можно ввязать, я понял, без карабина. То есть правильнее всегда лучше ввязывать, потому что элемент — это лишний элемент в системе, да? Чем больше у нас в любой цепи элементов, тем больше шансов, что какой-то из них даст какую-то ошибку. И также в обратном порядке всегда повторяем восьмерку, стараясь избегать перехлеста веревок. Да, конечно, спрашивайте. Какое оптимальное расстояние между ледниками? Зависит от рельефа. То есть если мы идем по леднику, то минимум 15 метров считается, да, по закрытому, если у нас есть опасность провалиться в трещину. Если мы работаем на скалах, на гребне, да, на технике короткой веревки, то там расстояние между гидом и участником может быть 3-4 метра. Если идем короткими участками, да, то там по 10 метров может, по 15 метров идти. То есть все, то есть есть четкие правила работы на леднике, это там 15 метров, да, а в зависимости от рельефа, там скалы это, да, либо лед, там уже регулируем расстояние, в зависимости от сложности. То есть если нам надо пролезть в какую-то стенку, один человек внизу стоит, страхует, вы можете вылезти хоть на все 50, или на 10, на 20. Да, если у нас простой гребень, где необходимо обеспечивать страховку за рельеф, то там можем идти на расстоянии 5 метров, например, или 3. И не забываем всегда сделать контрольный узел. То есть делаем два оборота. Ну это полу-грейппайн, по сути, да. То есть вот у нас один раз, когда мы делаем, это у нас обычный контрольный узел, да. Ну можно и такой. В принципе, восьмерка вообще не требует. Да, я знаю. Ну просто для красоты, чтобы не болталось. Ставили. Вот. И затянули. Вот у нас восьмерка проводник. То есть говорим, что это узел-проводник. То есть у нас есть обычный узел-проводник, когда это половина восьмерки, по сути, и восьмерка-проводник. То есть мы сейчас посмотрели один из способов привязывания к концу веревки. Также у нас есть еще один узел, которым мы можем привязаться к веревке, да. Он используется, как правило, больше в скалолазании. Он немного сложнее, но у него есть один из плюсов в том, что при рывке он не затягивается. Это двойной булинь. Нам не надо ничего вязать на веревке. Мы спокойно ее вставляем в систему. Вставляем где-то около метра. Вяжем сначала обычный булинь. И потом в обратном порядке повторяем рисунок узла. А одного булиня мало? Да, одним булинем нельзя вязаться. Все. И так же, да, двойную контрольку. Все. Вот в чем плюс двойного булиня? Двойной не нужен, да, контроль тоже? Нет, в принципе, не обязателен. Плюс просто в чем, что двойной булинь, ты можешь использовать данный узел как силовое кольцо дополнительно. То есть основной плюс двойного булиня от одинарного в том, что в одинарном нельзя щелкиваться, грузить нитки. То есть в одну нить можно, да, он не будет держать. А тут мы можем в оба направления можем всекнуть сюда карабин, восьмерку, еще что-то, да. Ну и, собственно, если, как правило, булинь – это узел, используемый для привязывания веревки к чему-то, к дереву, к крюку, к точке какой-то, к камню. И двойной булинь позволяет использовать данный узел как станцию, по сути. В альпинизме не всегда его рекомендуют использовать, потому что если человек его недосконально знает или там находит в состоянии стресса, то можно ошибиться. То есть его сложнее проверить и сложнее вязать, да. То есть восьмерка, она достаточно, ну, во-первых, проще в исполнении, и она, любая ошибка в восьмерке, да, она четче отслеживается, это видно зрительно, да. В булине с этим сложнее. Что касается, как, какими еще узлами можно привязываться с помощью карабина, да, то, соответственно, самый классический узел, пока, если можно, прошу остаться, это узел австрийский проводник или узел третьего, да. Основной плюс этого узла в том, что при рывке, что в одну, что в другую сторону, да, узел не теряет столько такой процент прочности, как если бы у нас была восьмерка, потому что восьмерка предназначена именно для рывка в одну сторону, да. А тут у нас, да, соответственно, мы идем в связке тройки, если человек посередине проваливается в трещину, да, то нагрузка на узел будет приходиться в обе стороны. Соответственно, мы обязательно щелкаем чека на муфтованный карабин. И, соответственно, этот узел используют для передвижения, как правило, по леднику. Ну, можно и на скалах, да, если у нас там два человека идут на конце веревки. Не, почему вот всегда в центральную систему, только больше некуда, да. Если у нас несколько человек, чтобы не цеплять, мы тогда можем веревку, чтобы она не цеплялась за колено, да, пришелкнуть через карабинчик какую-нибудь систему, да, то есть это будет исключительно для удобства. Но надо понять, что в случае срыва у нас эта штучка порвется, и все остальное, что на этом кольце находится, оно может потеряться. Предположим, у нас наш напарник привязан узлом восьмерка, проводник. Давайте визуально все понятно. И мы должны обеспечить его страховку. Например, на скалах. Вот у нас есть карабин. Можно лучше использовать даже какой-нибудь побольше для наглядности. Лучше брать большой карабин. И достаточно быстро мы можем страховать через узел УИА, да. То есть вот делаем один оборот на веревке. Следующее кольцо кладем в противоход. Не забываем замуфтовывать карабин. И выбираем. Вот, все, подходите. Соответственно, при рывке мы спокойно за счет трения удерживаем, при срыве напарника, да, удерживаем его одной рукой. А на таком узле спускаться можно, да? Да. Соответственно, также мы можем нагрузить, нагрузить, нагрузить веревку, да, выдавать для спуска. То есть, если надо спустить сюда, да, парашютиком, да. Но если он на тебе, узел этот, да, то ты можешь на нем дюльферять. Вот так, да? Да. Ну, так просто у тебя веревка будет, так ты можешь просто здесь завязать этот узел УИА на системе, да, и дюльферять на нем, спускаться вниз. Соответственно, у нас, у нас напарник подходит к нам, и нам надо его каким-то образом зафиксировать на станции, а самостраховки у него специально нет. И чтобы нам не терять в данный момент его страховку, да, мы переводим веревку в направление вниз, как будто он у нас собирается спускаться. Держим одной рукой жестко веревку, размуфтовываем карабин и одну из нитей ставим на сбрасывание половины узла. Делаем один оборот на веревке вовнутрь, вщелкиваем, замуфтовываем карабин. Все, у нас получился узел с тремя. То есть наш напарник пристрахован к станции, к мастер-карабину на узле с тремя. После этого он может обеспечить страховку мне, я могу пролезть дальше, сделать следующую станцию и таким же образом обеспечить его страховку, принять его на следующем участке. А, типа, если этот внизу, да, залезть. Да, ну то есть вот мы стоим на станции. Вот, посмотри, у нас такая полочка, дальше пропасть. Даже если ты себя уверенно чувствуешь, сверху может прилететь камень, там, какие-нибудь орлы сбросить, да, еще что-то. У меня может камень из-под ноги вывалиться, да. Если у тебя прилетает камень, ты без страховки падаешь вниз, да. Ну то есть основное правило альпинизма это непрерывность страховки. Ни на одном из этапов у нас не должно быть ее потери, да. То есть если мы можем ее дублировать, это оптимально, но всегда у нас человек, он стоит на самостраховке. Как только мы обеспечили ему верхнюю страховку, только после этого человек может выщелкнуть свою самостраховку из мастер-карабина. Все, спасибо большое. Да, связывайте. Так, мы сейчас рассказали кратко об узлах, которые используются для привязывания участника, альпиниста к веревке, да, и рассмотрели узел УИАК, так называемый, для того, чтобы обеспечить страховку, как либо с нижней, либо с верхней страховкой. Теперь я хочу рассмотреть дополнительные узлы, которые мы используем для обеспечения нашей безопасности, например, на спуске. спускаемся по веревке методом дюльфера с помощью спускового устройства и делаем себе самостраховку, например, из страховочной петли. Пят. Беревке на спуске есть вот для этого мы метрах 30 40 от системы вяжем узелок и вставляем сюда карабин с спусковым устройством вставляем таким образом чтобы прорезь для выхода веревки у нас всегда была снизу соответственно вот у нас есть уже закрепленная веревка по которой нам надо спуститься мы заправляем ее в спусковое устройство таким образом чтобы веревка всегда выходила вниз проверяем правильность использования спускового устройства да то есть эта веревка идет к станции это мы контролируем но если в процессе спуска нас прилетает камень лед еще что-то да мы получаем хоть травму или просто там временный шок мы можем бросить веревку и соответственно это может привести либо гибели участника либо к травме до того чтобы избежать этого мы используем схватывающие узлы соответственно самый известный это узел прусика схватывающий он бывает либо двойной либо тройной соответственно мы делаем если делаем двойной то делаем два оборота вокруг веревки расправляем его вот соответственно он у нас работает в обе стороны укорачиваем его и щелкиваем его либо центральное кольцо системы либо в ногу можно да например сюда соответственно мы одной рукой разблокируем схватывающий узел при этом в любой момент мы можем остановиться да и у нас не произойдет закусывание схватывающего узла как если бы мы увязали выше страховочного устройства то есть основной плюс в том что у нас меньше изнашивается схватывающий узел у нас здесь больше трения потому что нас больше угол и соответственно наша безопасность обеспечивается гораздо надежнее потому что пусик меньше трется и в любой момент мы можем разблокировать даже нагруженный то есть на чем это основано любое страховочное устройство основанное на силе трения будь то восьмерка шайба штихта то что я использую для двойной веревки уменьшает в силу трения нагрузку на десять раз то есть если я ешь там 80 килограмм с одеждой да то для того чтобы удержать веревку здесь мне надо приложить там эти же 80 килограмм либо с учетом рывка даже больше да соответственно плюсик который будет выше схватывающий выше спускового устройства также будет испытывать нагрузку там 80 килограмм соответственно нагрузка веревки про пройдены через спусковое устройство здесь уже для удержания моего веса потребуется всего лишь 8 килограмм поэтому прусики я всегда могу расправить там двумя пальцами расслабить соответственно он не за что если у нас его затянуло здесь нам необходимо повесить другой прусик либо встать на веревке снять нагрузку с нее да и только потом мы сможем его расслабить вот соответственно лучше использовать тройной схватывающий узел да мы просто делаем еще один оборот но если там двойной может проскочить да как тогда не то что он не схватит шансов нет вот можно просто тройной сделать он будет и медленнее и тип уж не трение больше да но он как бы там сто процентов надежно да то есть рекомендую сейчас уже вот рекомендуют вязать тройной вот соответственно укорачиваем просто обычным приводником вот что делка можно в ногу вязать да вот таким образом то есть расстояние от схватывающего узла до спускового устройства там 30 40 50 сантиметров основная ошибка какая может быть да когда схватывающий узел не укорачивают вставляют его длинным и щелкивают например сюда то может быть ситуация когда например схватывающий узел доходит до спускового устройства и она его начинает самопроизвольно стягивать вниз под нагрузкой вот но это и неудобно да то есть вот мы одной рукой автоматически можем разблокировать схватывающий узел и этой же рукой осуществлять контроль веревки на спуске то есть вот мы спускаемся да и одной рукой выдаю и прусик и контролирую веревку вот соответственно левая рука либо правая у нас то есть можем либо под левую руку либо под правую использовать то есть мы в любой момент магистром можем остановиться надо там сфотографировать что-то либо еще что-то сделать да все там достать какое снаряжение и дальше продолжить спуск не был игру вот можно в центральное кольцо да можно сюда в ногу то есть это не является ошибкой ни в коей мере да просто если с рюкзаком не очень удобно когда в ногу после постоянно будет одну ногу поднимать вверх и будет рюкзак перекашивать но поскольку нагрузки он не несет силовой да то есть 10 килограмм он там это позволяет соответственно следующий схватывающий узел который принято использовать это французский схватывающий него есть ряд удобства что он быстрее вяжется мы узелок оставляем снизу и делаем вплотную 5 или 6 оборотов даже и внизу их с щелким карабинчиком контролируем чтобы звук плотно лежал все вот он достаточно жестко переживает веревку вот единственного минус то что он работает только в одном направлении из плюсов в том что его гораздо быстрее снимать то есть нам достаточно скинуть вытащить карабин из одной из ниток все узел снят он удобен для завязанной натяжение полиспастов также можно использовать на дюльфере его на спуске но есть еще узел который используется с карабином да но основной это я когда как когда-то когда-то так использую просто прусик и при большой нагрузке он затягивается французский его в любой момент можно расслабить то есть вот там по два узла соответственно надо для знать два узла для привязывания к веревке два узла для прищелкивания там промежуточные участника да и там два схватывающих узла для спуска либо еще для чего-то да вот теперь еще хочу показать узел который мы будем использовать либо для связывания двух веревок есть например две веревки одинаковой толщины приблизительно ну на может немного различаться да но не должно быть так что там одна веревка там 10 метров другая там 7 до для связывания двух веревок одного типа да то есть нас веревки бывают соответственно 3 назначений ну или трех типов как они маркируются до 3 типа маркировки это веревка с обозначением единичка веревка с обозначением 1 2 через черточку и сдвоенная веревка основные отличия в том что сдвоенная веревка в каждую промежуточную точку должны прощелкиваться обе нитки веревки половинка 1 2 прощелкивается попеременно то есть в одну точку мы пощелкнули одну половинку веревки следующую другую и так шахматном порядке например либо там две в одну две в другую их технические особенности позволяют их тех характеристики позволяют выдерживать срыв если там часть на большую часть нагрузки гасит одна из половинок веревки и веревка с маркировкой 1 это так называемая единичка которая допускает использование одной веревки на маршруте то есть она держит срыв человека весом там 80 килограмм с фактором 2 определенное количество раз например нам надо удлинить веревку или соединить две веревки для того чтобы потом их продернуть соответственно мы отступаем 40 сантиметров вяжем простой узел проводник вот щелкаем его в карабин и дальше по двойной веревке можем начинать спуск например все вот соответственно для того чтобы не забыть за какую веревку мы тянуть нам тянуть то мы можем свою самостраховку например щелкнуть соответственно желтую веревку и когда мы спустимся на станцию мы будем помнить за какую веревку нам оттянуть этот способ называется расческа также он позволяет если мы спускаемся на восьмерке распутать веревку избежать ее переплю переплетания и соответственно увеличение трения что нам помешает ее потом продернуть также это этим способом удобно пользоваться если нам надо на при спуске например мы спускаем человека веревка у нас например была перебита либо выдлинена то есть например на спас работах вот у нас например можете потянуть аккуратненько например да вот в ту сторону нас идет пострадавший вот мы выбираем выдаем выдаем ему веревку и подходим к узлу чтобы нам не делать полиспаст не снимать эту точку и потом делать другую дата у такого узла есть один большой плюс то есть мы можем за эти концы протягивая их через карабин вставляя поочередно концы веревок в элементы узла таким вот образом протянуть узел дубовый через узел я будет небольшой рывок все пассив большое но это позволит нам сэкономить время и не потеряв безопасности также основной плюс еще этого узла в том что при нагрузке у нас эту зло будет вставать вверх сколько он маленький то шансов то что он зацепится за какие-то элементы рельефа там за состояние трещины зацепиться за камни гораздо меньше поэтому этот узел рекомендован для организации спуска то есть если нам надо связать две веревки которые потом продернуть вот то лучше всего использовать дубовый узел дубовый по сути да это вот просто узел проводить прямой узел то есть если мы будем делать его на одной веревке тут один оборот если мы делаем ну когда мы используем двойную вид две веревки он ползет там при нагрузке уже около тонны все равно он будет да он будет работать на разрыв по сути пушность она же одна веревка вставлена вверх для спуска этого более чем достаточно а если надо соединить две веревки например да то тогда лучше использовать естественно узел грипп вайн когда мы берем да делаем по два оборота и третий оборот заводим навстречу можно встречную восьмерку мне нравится больше грипп вайн все вот нас соединены две веревки можно контрольку завязать но в целом просто контрольный узел ну то есть вот нас если один оборот это динарный контрольный узел если делаем два оборот то это двойной контрольный или по сути полу грипп вайн или баррель то есть узел бочка но они должны быть одинаковые по типу да то есть понятно что нельзя использовать там в работе у нас одна веревка единичка например а вторая там сдвоенная да то есть это будет одна как вспомогательная но для продергивание достаточно и дубового узла то есть надо учитывать те нагрузки которые будут приходиться на узел вот про встречную восьмерку спросили да соответственно также вяжем фигуру 8 и в обратном порядке на встречу и в обратном порядке навстречу да также стараясь избегать перехлёста так вот у нас получился узел встречная восьмерка если нам необходимо повесить этот узел на перила до например то мы тогда можем еще сделать здесь еще по одной восьмерке с каждой стороны сейчас сделаю то есть мы сделаем отступаем по метру с каждой стороны потом соответственно вяжем бежим встречную восьмерку расправляем так нет секундочку вот нас встречная восьмерка а на этих концах мы можем сделать дополнительные восьмерка проводник для использования в качестве точек самостраховки но это крайне редко используется это если нам надо соединить две веревки с перестежкой на этом месте у нас нету схватывающих узла например туда тогда мы сюда мы как по перилам на жумаре поднимаемся доходим до этого узла сюда вщелкивается на страховку и соответственно дальше прищелкиваем жумар на веревку вот встречная восьмерка у нас но как правило если у нас с собой себя должен быть схватывающий узел и не один на три не схватывающий шнур для схватывающего узла два коротких один длинный то это все делается с помощью страховки на схватывающем узле при переходе через узел еще хотел сказать что если например у нас на веревке есть какое-то повреждение прилетел камень до то узел австрийский проводник оптимально использовали того чтобы этот например место это место где перебита веревка сейчас я даже покажу мне было тут веревочка старенькая перепиленная бензопилой вот например у нас есть повреждение веревки даже 2 это что использовать ее нельзя поэтому мы оставляем эту часть в петле узла после этого делаем австрийский проводник все у нас да мы перебитую часть веревки выводим в петлю остальная часть веревки у нас теряет только ту прочность которая теряется на перегибе узла то есть надо еще понимать такую вещь что любой из узлов при нагрузке будет отнимать часть скажем так при рывке ту часть проектируемой нагрузки которая на которой рассчитана веревка да там это может быть от 45 градусов там до 20 в зависимости от узла но австрийский проводник при такой нагрузке до сохраняет максимально запас прочности веревки то есть если мы живем здесь восьмерку да то веревка будет держать меньше чем австрийский проводник он же узел 3 но это называется узел третьего да но потому что он используется в основном для привязывания там среднего участника в связке вот еще хотел рассказать все как произошли все эти узлы и почему они называются проводниками да может изначально когда не было еще страховочных систем то просто обвязывались напрямую веревкой то есть даже когда была не веревка еще а канат сизалевой то то брали просто кусок веревки вот вязали узел не восьмерка даже обычный проводник вот и соответственно таким вот образом вытягивали веревку и и вот у нас получалось какое-то подобие страховки для хождения по ледникам то есть вот на заре альпинизма там 200 лет назад там или 150 когда не было еще страховочных систем то страховка шлил с таким вот образом собственно я поскольку этим занимались приводники то и соответственно узел стал называться проводник соответственно если мы сделаем когда все это стало развиваться дальше да то узел дополнить еще с еще одним дополнительным оборотом стал называться восьмерка проводник естественно также его одевали и вытягивали ну потому что у тебя первый и второй идут на концах веревки да а третий участник если появлялся его щелкивали например середину веревки ну то есть мы всегда когда уйдем да то у нас каждый из участников привязан концу веревки сейчас я покажу что мы можем сделать если у нас например есть запас веревки нам он не нужен данный момент то есть мы идем по леднику соответственно да нам нужно держать расстояние между друг другом 20 метров например да или 15 вот но мы знаем что то есть что там у нас сейчас будет какая-то стенка который надо пролезть и чтобы не убирать веревку рюкзак нам надо быстро скинуть поэтому и соответственно как всегда привязываемся узлом восьмерка проводник делали контроль и после этого начинаем наматывать веревку на себя таким образом чтобы у нас петли были по расстоянию от нашей системы всегда мы клянем локоть до до нашей шеи вот делаем натяг чтобы они не болтались вот положим мы спухтовали половину веревки вот после этого вставляем сдвоенную веревку в центральное кольцо и в наш узел заводим примерно около метра веревки сюда делаем например один или два оборота закидываем веревку на плечо а на основной веревке вяжем соответственно то что мы называли узел полу гриппайн или баррель лучше даже чуть побольше веревочки использовать вот так вот все вот мы зафиксированы этот хвост конец можно использовать шикнув его сюда вот но при срыве у нас нагрузка будет также на страховочную систему и частично распределяться еще на бухту веревки вот все при этом она у нас не в рюкзаке если надо ее скинуть мы быстро так же сняли карабин с бухтовой завязали узел все скинули веревку и продолжили работу с ней то есть нам не надо снять рюкзак доставать веревку перебухтовывать вот причем мы можем идти в рюкзаке веревка будет сверху рюкзака одета то есть если мы знаем что надо сейчас перейти ледник там 200 метров до 300 дальше опять лезть по скалам или сейчас пойти там по простым скалам на коротком на короткой веревке дальше пролезть там сколько-то участков то для экономии времени и удобства да можно делать таким образом да в принципе это вот все что я хотел сказать про основные узлы да то есть ну не это вот скажем так 95 процентов наверное используемых узлов с веревкой то что касается это вот эти вот шесть узлов семь да ну плюс еще для как вспомогательный узел мы используем узел с тремя как мы его вяжем да берем веревку правую руку слева левую справа заводим в одну сторону с перехлёстом в другую то есть мы его используем как узел для самостраховки мы его вяжем на петлях узел с тремя да ну то есть вот когда я нет он не ползет он фиксирует да то есть когда я вот показывал способ способ обеспечение страховки перевод то есть когда я страховал вас через узел уя вот после этого я переводил узел уя да без потери страховки уя 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 это международный союз альпинистских организаций ну ты вот с альянского унио интернационале альпиниста сесосьон ну да в российской ну советской школе он назывался узел уя в европе там по-разному называют да ну скажем так будем использовать самую распространенную транскрипцию да чтобы вы не путались все вот у нас узел с тремя то есть он работает абсолютно обе стороны страховка либо спуск то есть если у нас нет страховочного устройства мы можем обеспечить либо страховку либо спуск через узел уя а вот минус в том что он будет гораздо больше крутить веревку то есть у нас в конце да будет больше трения в конце веревки будут барашки она может запутаться но если у нас мы потеряли спусковое устройство например да и у нас не так много карабинов что сделать карабинный тормоз то можем использовать узел уя стремя стремя да это узел для привязывания к веревке то есть он может быть там можем взять на конце если надо что-то поднять либо пристраховать себя на узле стремя да когда у нас например сейчас я покажу есть веревка по которой мы спускаемся положим что карабинов у нас много то мы соответственно этот карабин будем заправлять сюда вот и таким вот образом на счет перегиба да ну вот честно говоря ни разу не использовал то есть ну обычно если ты потерял спусковое устройство да то всегда можно можно в принципе сюда засунуть даже не карабин а рукоятку от ледоруба от лопаты от молотка скального ну то есть нам просто надо создать трение которое позволит нам да контролировать скорость веревки собственно говоря да спуск который был основан за счет трения веревки наше тело да он работает теми же самыми физическими принципами просто это болезненнее гораздо так еще хотел показать узел да который можем использовать для фиксации карабин а ну вот собственно карабин на станции мы также можем фиксировать на узле стремя вот либо если мы хотим чтобы у нас карабин не переворачивался да то мы можем сделать полусхватывающий узел вот соответственно узел не узел карабин развернут в том положении которое нам необходимо да то есть он не перевернется муфта всегда у него смотрит вниз замуфтована да вот удобство в том что если у нас например станция из трех или больше точек страховки и компенсационная петля у нас уже не будет работать давайте вот так разверну чуть-чуть ну сейчас кратко расскажу что такое в альпинизме мы для обеспечения собственной страховки используем различные элементы там якорные ключи якорные швеллерные V-образные различные закладные элементы там механические всякие средства то есть любой технический способ даже не технический способ а элемент который заклинивается в скале либо за счет разжимания пружин либо за счет просто распирания между неровностями рельефа и там держит определенное количество там килоньютонов да там какие-то ключи держит там около тонны какие-то чуть меньше да но по-любому всегда когда мы собираем страховочную станцию мы используем минимум два а лучше там три там страховочных точки да и соответственно если у нас точек будет несколько да например одна точка у нас вот здесь давайте вот так вот поверну чтобы было видно вторая точка у нас например здесь третья здесь то в каждую из точек нам по-хорошему надо филкнуть по лучше конечно муфтованному но если нет муфтованных можно не муфтованный карабин ну вот для этого хорошо идут маленькие не муфтованные карабины и мы выбираем веревку так чтобы она чтобы все нити нашей базовой петли были выбраны с одинаковый с одинаковым натяжением и после этого можем завязать либо узел восьмерка проводник главное его ровно вытянуть и сюда повесить мастер карабин он же санкционный карабин и встать на самостраховку либо если у нас не хватает например петли для завязки восьмерки проводник то мы просто делаем схватывающий узел вот у нас все нити стропы натянуты с одинаковым натяжением то есть у нас не получается так что какая-то нить больше нагружена какая-то меньше вот все и мы зафиксировали карабин в том направлении которое нам необходимо вот какие плюсы у подобной системы если у нас например при прерывке происходит например вырыв одной из точек то у нас не происходит жесткого рывка на остальные точки соответственно не происходит жесткого рывка на человек который стоит на станции еще один большой плюс что если вдруг случается камнепад и у нас не просто происходит вырыв точки а ее происходит разрушение например просто камнем перебивает стропу то у нас не происходит разрушение станции то есть человек который стоит на станции он не улетает вниз он также продолжает висеть на оставшихся точках да минус в том что при рывке например в бок у нас загружены будут точки неравномерно например там только две если вверх например но если у нас точки надежные и их у нас там больше трех то или двух это считается оптимально то есть вот схватывающий узел вставили в него карабин обернули расправили на нее можно фиксировать станцию ну то есть у нас есть два основных узла для привязывания на конце веревки два узла для привязывания участников посередине веревки и несколько вспомогательных соответственно два узла для связывания концов веревки это дубовый и грибвайн ну грибвайн это продолжение ткацкого то есть если бы у нас был по одному обороту с каждой стороны это был бы ткацкий узел когда мы делаем по два оборота с каждой стороны это это вообще стропа петля да которую мы используем для организации страховочных станций то есть она легче чем веревка а там в карабине она просто щелкивает да просто да то в зависимости от того сколько у нас точек остается оставшийся держит то есть раньше было принято использовать в основном компенсационную станцию называлась компенсационная станция да когда у нас например за счет перераспределения нагрузки все три точки в станциях или две грузится более-менее равномерно то есть за счет перетекания нагрузки с одной нитки петли на другую происходит перераспределение нагрузки это удобно в тех случаях если у нас очень надежные точки мы знаем что ни одна из них не вылетит то есть это шлямбурные ключи либо буры их у нас там две например два шлямбурных ключа мы так можем сделать потому что мы знаем что они не вылетят если точек больше двух то уже на трех точках у нас трение не позволяет распределить нагрузку равномерно и при разрушении соответственно одной из точек даже при сохранении у нас будет резкий рывок на человека соответственно другие точки а при разрушении стропы у нас просто произойдет полное разрушение станции и если стропа если при компенсационной петле у нас произойдет разрушение стропы по каким-то причинам не просто она выскочит точка а именно период перебьет камнем еще чем-то то произойдет разрушение всей станции и соответственно либо травм а если здесь будет либо восьмерка либо просто проводник да вот то есть вот мы можем просто узел проводник завязать но у нас здесь карабин может перекрутиться то есть он будет болтаться пусть он может стать так и под действием там вибрации да если здесь у нас стропа рвется например здесь все вот мы остались висеть на двух точках без рывка то есть это в плане безопасности надежней да и на удавке соответственно можем сделать даже так если нам не надо укоротить то мы можем вообще ну не хватит то есть вот мы вставили обернули да полу схватывающий узел то есть одинарный схватывающий узел да все у нас единственный минус считается не любит этот узел тем что у нас здесь образуется мини полиспаст но учитывая что у нас здесь тройная толщина стропы да у нас эти потери они не существенны то есть этого достаточно для того чтобы обеспечить те нагрузки которые да 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 то есть это будет работать при разрушении там неважно 4 нитки здесь будет 5 там либо 2 удобство в том что у нас карабин сразу развернут в том направлении которое нам нужно и в ту сторону то есть удобно нам муфты вправо вправо хотим там можно сделать там муфты в другую сторону да все повернули муфты влево замуфтовали и он нас развернут вниз ну вот наверное все что я хотел сказать об основных узлах ну то есть узлов там бесконечное множество да но надо понимать что как сказал там брус ли да что надо бояться не только который по одному разу изучил тысячу приемов а тот который изучил один прием на тысячу раз да поэтому мы должны обладать там оптимальным минимальным набором там из десяти узлов но которые вы должны знать совершенстве чтобы не думать о как мы будем делать когда наступит критическая ситуация потому что есть такое правило что в критической ситуации мы не поднимемся до уровня наших ожиданий и допустимся до уровня наших практических возможностей так что всем спасибо кто пришел если хотите попробовать то у нас есть там 10 минут можем